Спасибо большое за приглашение. Спасибо большое за приглашение. Мы не сказать, что мы сильно консервативные такие хирурги, мы скорее сильно оперативные. Поэтому для нас любые аблативные вмешательства, они такими являются, знаете, компромиссными, скажем так. У нас утвержден порядок центра мультимодального лечения опухолей печени, поджелудочной железы, который включает все наши филиалы. Видите, вот где-то 80 мы делаем больших резекций печени, 50 небольших. Аблационной методики всего 40-50 в год. То есть мы, по вашим меркам, такой центр малых объемов для аблационных методик. Ну вот здесь какие операции мы делаем на печени, все выполняются. Что у нас есть из методов локальных деструкций? Локальная деструкция – это радиочастотная термоаблация, это микроволновая аблация, это брахитерапия иридиум 192-м, конформная лучевая терапия, сайбернайв, гамма-найв у нас тоже есть, в наших хайфу тоже в наших стенах стоит. И вот лазерная аблация, благодаря стараниям, так сказать, наших партнеров у нас тоже сейчас есть. То есть все возможности аблационных технологий у нас сейчас существуют. Все-таки по поводу ВМБТ, это, конечно, уникальный опыт. Действительно, это операции, которые выполняются как сальважные, скажем так, в том числе после ранее выполненных мультивисцеральных резекций, после АЛПС, резекции печени. В МБТ нами широко пропагандируется и довольно широко выполняется сейчас то, что меня попросили обрисовать здесь. В целом сейчас это чрезкожная процедура с дозиметрическим планированием, как здесь указано. Сейчас 40 пациентов. Должен сказать, что это хорошая аблационная методика для больных, у которых другие методы или исчерпаны, например, после ранее выполненной РФА или МВА, или по каким-то причинам неприменимы, например, при наличии пейсмейкера, да, то, что сегодня обсуждалось. Это, конечно, запатентовано все. Лазерная аблация нами применяется довольно давно, там сейчас будет слайд. Да, ну об этом в целом в этой аудитории все знают. Это применение лазера для локального уничтожения опухоли. Есть анализы, в том числе, которые включают в 5-летнюю 50-процентную выживаемость. Показания такие же, как для остальных методик, естественно, они не могут быть иными, что для крио, что для лазера, что для микроволновой аблации. Нами был впервые в стране применен метод лазерной аблации, дай бог памяти. В 2017 году мы опубликовали только, в 2016 году, значит, прошу прощения, сейчас я пытаюсь назад. Получается, вперед, да. Для аблации метастаза в печени опубликован этот опыт. Значит, сейчас нами применяется эта методика для аблации метастаза в печени. И, с моей точки зрения, наиболее перспективная тереоидная хирургия, ну вот, опухоли щитовидной железы. Это возможно интероперационно выполнять. Также выполняется контроль зоны воздействия. У нас есть опыт резекции печени после аблации, где подтвержден лечебный патморфоз 4 по лавниковой, то есть тотальный некроз. Это подтверждает полную эффективность данной методики. То есть, это аблационная методика, она уничтожает опухолевые клетки. В отношении осложнений, такие же, как, я думаю, для любой аблационной другой методики. Ничего такого здесь нового нету. Это локальные-локальные осложнения. Не более того. Выводы такие. Лазерная аблация является еще одной аблационной технологией. Она не является панацеей. Ни в коем случае не противопоставляется крио-деструкции, высокомощностной брахитерапии или другим аблационным методикам. Но если у вас в руках есть лазер, в МБТ, крио и так далее, то вы во всеоружии находитесь. И можете предложить больному все, что у вас есть в руках. Поэтому тот человек, который сидит в кокпите, в кабине пилотов, скажем так, этого болида, это наш больной. И мы должны делать все, что возможно в его интересах. У меня все. Спасибо. Продолжение следует...